Всем привет! Меня зовут Женя. И сегодня я хочу вам рассказать о своем заказе Avon по февральскому каталогу. Начну, как всегда, с новинок и с новинок парфюмерии. Я так получилось, по ошибке заказала вместо туалетной воды, точнее парфюмированной воды, пробник. Ну, как-то вот не туда я посмотрела, и мне пришел пробник. Ну, и вот я теперь думаю, стоит ли заказывать эту воду, потому что мне она как-то не очень понравилась. Но у меня есть вся коллекция, наверное, водичек Farway. Как бы для коллекции хотелось, но по аромату вот эта новая... О, у меня нет каталога. Новая водичка Farway Royal или Royal мне не очень понравилась. Она, в принципе, похожа на основной аромат Farway, то есть такой тяжелый, восточный. Но есть что-то такое, прям, не сказать, что шипровое, нет, но какое-то такое удушливое, слишком много каких-то специй, и напоминают, если даже очень сильно вдохнуть, то, знаете, напоминает мазь, которая называется цихтелка. Вот какая-то такая прям очень резкая нотка. Но это прям, конечно, если очень сильно вдохнуть и очень много. То есть аромат будет удушливым, аромат будет очень тяжелым. И, ну, вот из всех Farway, наверное, это то, что нравится мне меньше всего. Поэтому, скорее всего, я его не буду заказывать. Может быть, не зря так получилось, что я заказала именно пробник. Потому что, ну, для коллекции можно, но, честно говоря, мою коллекцию уже некуда ставить. Поэтому нужно потихоньку переставать коллекционировать туалетные воды. Следующая новинка в серии Purblanko. Это Purblanko Essence. Такой нежный какой-то пудрово-розовый оттенок у колпачка. Здесь аромат тоже такой именно нежный, цветочный. Но в то же время не просто нежный, а яркий, насыщенный. И мне напоминают именно какие-то такие душистые цветы. Почему-то я представляю именно цветы такие вот кустовые. То есть не сирень, но вот что-то похожее. Вот не пойму, что это. Ну, прям такие нежные, душистые цветы. Это такой больше весенний аромат. Если первый аромат Farway был прям такой зимний-зимний, то это уже весенний аромат. Сейчас как раз скоро весна. Я думаю, он будет на весну хорош. Не сказать, что аромат какой-то особенный. Ну, сойдет. Также среди ароматов мне в подарок пришел аромат Rare Flowers Night Orchid. Я его не распаковывала, потому что у меня такой есть. Аромат, кстати, достаточно приятный. Такой какой-то осенний. Это аромат сладкий. Слегка где-то даже компотный. Но в то же время он не совсем компотный. Это вот именно аромат орхидеи делает его каким-то красивым. Не дает прям вот этой компотности выйти на первый план. Она где-то так сзади мелькает. На первом плане все-таки такая красота орхидеи. Когда орхидеи есть в ароматах, очень часто аромат именно какой-то такой красивый. И вот этот аромат тоже красивый, цветочный. В то же время сладкий, в то же время немножко терпкий. Интересный такой, какой-то более вечерний. Он выглядит каким-то таким вечерним. И по аромату вот он как-то больше у меня ассоциируется именно с вечером. Дальше новинка. Это тушь от Avon Unlimited. Здесь силиконовая щеточка. С маленькими такими щетинками. Немножко такая изогнутая. Сейчас у меня эта тушь на глазах. Но я красила ресницы с утра в попыхах. Бегом некогда было их расчесывать. Но даже когда расчесываешь, все равно. То ли вот она свежая. То ли потому, что щетинки вот эти, они очень-очень мелкие. И плохо прочесывают. Но ресницы склеивает. Склеивает ресницы. Но здесь у меня буквально один, ну может быть чуть больше слоев. Когда я наносила в 2-3 слоя эту тушь. В общем, чем больше вы наносите эту тушь, тем сильнее ресницы подкручиваются. И вот они реально прям подкручиваются и подкручиваются. Такие подкрученные. За счет формы вот этой щеточки очень хорошо прокрашивать уголки. Но опять же, повторюсь, с утра сегодня так торопилась, что не особо может быть где-то прокрасила. Хорошо прокрашивает уголки. Хорошо подкручивает. Хорошо вообще прокрашивает ресницы. То есть ресницы вот в 3 слоя, когда красила. У меня были, ну у меня вообще длинные конечно ресницы, но они сейчас до бровей. Но тогда они выглядели вообще такими прям вау. Просто бомба. Но единственное, что да. Конечно склеивает, если только прочесывать. Но когда тушь очень-очень такая свежая, это даже не совсем помогает. Мне, ну не знаю, понравилось, вот если она подсохнет. И вот этот эффект склеивания, потому что склеивает прям очень сильно. Если эффект склеивания пропадет, либо может быть когда она подсохнет, будет проще их прочесывать, расчесывать. Может быть в таком случае, ну в общем, чтобы они были более пушистые. Потому что, допустим, у меня ресницы сами по себе длинные, но не пушистые. Если у вас ресницы короткие, но пушистые, то я думаю, что вам эта тушь подойдет прям очень хорошо. Она вот как раз, скорее всего, именно для таких. Но подкручивает прям на ура. Дальше тоже из новинок. Кремы для рук от Avon Naturals. Три новинки было. Я вам их сразу все покажу. Японские сады сакуры, французские поля лаванды. И гавайские цветы гибискуса. По своему действию они все одинаковые. По своему действию они все никакие. Это вот из разряда, когда ты наносишь крем на руки, и он не делает ничего, кроме того, что покрывает ваши руки глицериновой пленочкой. И может быть защищает от какого-то вредного воздействия. Ну там воды, мороза. Но делает это настолько минимально. То есть есть кремы от Avon Naturals, которые именно покрывают глицериновой пленочкой, но делают это как-то получше. А здесь вот эта пленочка, она буквально через несколько минут исчезает. Такое ощущение, что вы на руки не наносили ничего. Конечно, если у вас руки в замечательном состоянии, и вам нужно вот именно их просто защитить, ну там от мороза, от воды, может быть вам, может быть вы увидите результат. Но у меня на данный момент кожа очень сухая. Мне нужно ее питать и увлажнять. Поэтому вот эти кремы даже вот не защищают меня. Я ими мажу, пользовалась несколько раз. Но ими нужно прям пользоваться и пользоваться и пользоваться, чтобы был хоть какой-то толк. По ароматам. Ароматы не особо яркие, но все-таки присутствуют. Японские сады сакуры. Такой нежный цветочный аромат. Французские поля лаванды. Мой нелюбимый аромат, потому что аромат лаванды у Эйвен очень сильно искажен. И он неприятный лично для меня. И гавайские цветы гибискуса. Что-то такое сладенькое, тропическое. Что-то очень мне напомнило. Вот что теперь не вспомню. У Эйвен было что-то с таким ароматом. Может быть какой-то крем, может быть какая-то пена. Но что-то очень похожее. Дальше заказала вот такие патчи от Акне. Для дочери. Здесь их 12 штук. Выглядят они такими прозрачными кружочками. С не очень приятным ароматом. Мы попробовали одну пару. Я не знаю, здесь на русском нет ни слова. В каталоге тоже особо ничего не написано. Написано результат через 8 часов. Как пользоваться, сколько держать тоже. Но мы на всякий случай оставили на ночь. Когда сняли, результаты не увидели. Точнее даже попозже результат на одном. Один прыщик как был, так и остался. Второй немножко подсозрел. Так скажем, появилась головка. Ну не знаю. Но такого эффекта, которого ожидала, не увидела. Так что, по-моему, это бесполезная вещь. Пены для ванн в миниатюрках. Первое это пионы гранат. Я обожаю этот аромат. Он у меня ассоциируется с Эйвон, но в большой упаковке. Почему-то в миниатюре аромат немножко не такой. По крайней мере, в пузырьке. Когда добавила в воду, вроде бы аромат был такой же. Мне очень-очень нравится. Он такой нежный, он такой сладкий. Ну вот не знаю, почему может быть. Потому что это была, наверное, ну не первая пена у Эйвон, которую я заказывала. Но вот где-то в начале, когда еще пены действительно были такими ароматными. Сейчас пены, знаете, как-то добавляешь в воду, проходит, ну не знаю, там, какое-то время. Заходишь в саму ванну, пока вот она наполняется. И как-то особо аромата и не чувствуешь. А вот те пены, которые были раньше, с ароматом арбуза, вот пионы и граната, когда-то давно было с сиренью что-то, они были такие ароматные, что ты заходишь в ванную комнату и аромат просто аж задыхаешься. И, кстати, вот этот аромат, он что в большой упаковке, что в маленькой, он чувствуется именно вот так вот ярко. И почему-то вот, не знаю, почему, что случилось с Эйвон, почему они стали делать все ароматы менее концентрированными, что ли. Но вот этот мне очень нравится. Сочная манго. Я не помню, был такой аромат в большой упаковке или нет. Наверное, был. Но это такой, знаете, более какой-то, ну, лимонадом пахнет таким. Не сказать, что прям манго-манго. Оно похоже и на манго, и на апельсин, и на... Ну, такой, да, более, наверное, манго. Но мне почему-то напоминает лимонад. Спелый арбуз. Ну, вот это я еще не пробовала в ванной. Не знаю, будет ли тот же аромат, как и в большой упаковке, будет ли он таким же насыщенным. Но вот из упаковки, да, он, конечно, насыщенный. Не знаю, как будет в воде. То есть сладенький такой прям, сладенький арбузик. Гель для душа Avon Senses «Морская лагуна». Многими любимый аромат, потому что он и свежий, и сладкий, и тропический, и экзотический. Очень-очень приятный. Наверное, самый любимый среди гелей Avon, по крайней мере, среди этой серии, потому что среди серии Naturals мой любимый аромат был с... Ой, маракуйя опион, по-моему, он назывался. Я даже не знаю, сейчас он есть или нет, желтенький такой. Масло для волос, ну, точнее, сыворотка вот такая. Как всегда на русском ничего нету, но оно, по-моему, питательное. Не помню. В общем, питательное с кокосом, она там такая одна большая, именно вот сыворотка, не спрей, не ничего такого, именно масляная сыворотка. Очень люблю такие сыворотки, питают, запечатывают секущиеся кончики. Мои пушистые волосы немножко усаживают, они менее пушистые, может быть, более какие-то тяжелые, не такие воздушные. Ну, в общем, вот такие сыворотки я очень-очень люблю. И последнее, это черный гелевый карандаш, потому что... Ой, не открою. Это единственный карандаш, который мне нравится наносить на слизистую. Он безумно-безумно мягкий. Да, конечно, со временем, в течение дня, когда наносишь на слизистую, скапливается в уголках, поэтому лучше ватной палочкой периодически убирать вот эти черные какушки, которые собираются. Точнее, здесь он внутри собирается, а вот здесь как бы выходит наружу. Ну, видимо, может быть, глаза слезятся или что-то. И вот именно снаружи глаза такое черное пятнышко появляется. Но зато на слизистую наносится очень хорошо, мягко, легко, не раздражает, не... Как сказать так? Ну, именно слизистую глаза не раздражает, не отпечатывается нигде, потому что бывают карандаши, которые прям аж... Ну, как-то мутно становится в глазах, видно, попадает на слизистую. Вот этот карандаш этого не делает. Мне очень нравится. Вот такой заказ Айвен у меня получился в феврале. Ну, такой немаленький. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Проходим в инфобокс. Подписываемся на мой канал. Я вас всех люблю. Всем пока-пока.